Глава муниципалитета, секретарь Одинцовского отделения Единой России Андрей Иванов провел личный прием граждан в местном офисе партии. Одним из первых прозвучал вопрос о Дмитрия Петрусова. В 2015 году ему с женой в числе 46 многодетных семей выделили участки в деревне Якшина, но подъездной дороги к их домам до сих пор нет. Как видите, участки находятся в том числе и на земле лесного фонда. Да, строятся дороги. Находятся на земле лесного фонда. В 2020 году мы с вами встретились очень удачно. В 2021 часть дороги построили и все. Участки находятся на границе между землями лесного фонда и племхоза Нара-Осановский. В 2021 году там построили часть дороги, но работу приостановили. Разбирая ситуацию, выяснили, что земли, где по плану должна проходить трасса, необходимо переоформить для вырубки деревьев под строительство. Процесс может длиться порядка 6-7 месяцев, но Андрей Иванов дал поручение ускорить работу и уже летом начать строительство дороги. Также на встрече проговорили очередность всех этапов работы. Ну вот вехи такие ключевые, с которых мы уже не сойдем. Это под дорогой оформляем земельный участок. На этот участок делаем проект по стране леса, с лесниками и полными согласовываем. Этот документ у нас ложится, соответственно, уже в документацию разрешительную, которая будет проходить по самому строительству. И получаем еще от комитета разрешения. Житель Одинцова Николай Шевченко пришел с просьбой повлиять на компанию «Мосэнерго», которая нарушила нормы установки городского освещения. Старый уличный фонарь возле его дома демонтировали, а новый установили слишком близко к МКД. К тому же свет от него направлен непосредственно в окно жителю. Руководитель муниципалитета обещал посодействовать переносу фонаря на прежнее место. Остальные вопросы глава округа также взял под личный контроль. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.